Баночка за баночкой Джуди Рэй достает лекарство, которое назначил ей врач. Она пытается справиться с раком четвертой стадии. Ну, конечно, у меня много побочных эффектов от химиотерапии. Боль в костях, например. Почти каждый день мне приходится принимать сильно действующий напроксен. Джуди принимает десятки таблеток каждый день и часто посещает врача. Я вынуждена платить за каждую процедуру, за каждый визит к врачу. Из-за шатдауна она вынуждена оплачивать медицинские расходы из собственного кармана. Большинство клиник оплачивают 80% химиотерапии. Но если вам нужно заплатить 20% от 85 тысяч долларов, это все равно большие деньги. Джуди вынудили уйти на пенсию в Администрации транспортной безопасности, TSA, после 10 лет работы. Болезнь вынудила ее перейти на облегченное дежурство, но по правилам TSA такой режим работы может продолжаться только 45 дней, в то время как врач сказал ей, что она не может работать в полную силу. В результате Джуди пришлось выйти на пенсию. И в этот момент правительство закрылось. До того, как ее новая медицинская страховка начала действовать, а документация по выходу на пенсию была утверждена. У меня отложено немного денег на черный день, но я не знаю, насколько этого хватит. Я уверена, что моя семья не позволит мне умереть с голоду или остаться без лекарств, но я не хочу перекладывать эту проблему на родственников. Федеральное правительство закрыто уже 24 дня. Это самый длинный шатдаун в истории США. Прекратите держать нас в заложниках. Дайте всем вернуться к работе. Президент США Дональд Трамп выступает сегодня в Новом Орлеане и не планирует вести переговоры по окончанию шатдауна в ближайшее время.